Подглядывать-то можно? Да, конечно. Или меня видно будет? Да, мы начинаем. Меня зовут Евгений Шакиров. Я приветствую наших подписчиков, наших слушателей, наших зрителей, групп ВКонтакте и Фейсбук. Также приветствую слушателей и зрителей сайта 1обл.ру на 1обл.тв. Вы сейчас нас можете увидеть. И мы сегодня говорим об очень интересной теме маркетинг, дизайн, брендинг. И у нас в гостях Наталья Мухина, совладельца, управляющая партнер брендинговой компании «Конн Дизайн». Очень приятно, Наталья. Всем привет. Наталья, ну давайте немножко расскажите о вашей компании. Откуда вы появились, с чего все началось? Мы работаем с 2017 года вдвоем. С седьмого. Ой, да, действительно, я сократила. Вы давно уже эксперты. С 2007 года мы решили супругом основать семейную компанию на такой волне романтической, после замужества, после аспирантуры, искусствоведческого факультета. В общем, конечно, сразу дизайн, дизайн студия, очень долго придумали всякие названия нелепые, думали, как бы вот нам выделиться, как бы нам вот изюминку какую-то проявить и, значит, отличиться. В итоге остановились на загадочной птице Сирин и выбрали название для компании. Но очень скоро оказалось, что люди не знают, что такая птица Сирин. Все считают, что это фамилия директора. В общем, такие вот реалии уже сразу начались, столкновения. Это тоже к вопросу о брене. Да, да, кстати. Стокновение идей, идеальных и реальности. Восприятие того, как мы себе это в голове рисовали и как это вот нас потом стали воспринимать клиенты. Вот так поработали мы, наверное, лет пять и поняли, что дизайна нам мало, потому что он не решает тех задач, которые, в общем-то, с которыми к нам клиент приходит. Все говорят, что мы такие профессионалы замечательные, мы знаем свое, любим дело, очень досконально в нем разбираемся. Нам очень донести сложно свою ценность до клиента. Нам люди не доверяют, помогите нам, пожалуйста. И, конечно, рекламное объявление, листовка или визитка, она таких задач не решает. Вот у нас сейчас на рынке очень вообще много маркетинговых агентств, дизайнерских бюро, людей, которые даже занимаются интернет-маркетингом, поскольку сейчас это популярно. Вы отметили, что вы очень долго и не просто искали какую-то свою изюминку, отличительную черту. И вот в чем она в итоге? Вот как сейчас мы для себя это формулируем, нам интересно строить системы, не просто затрагивать визуальные коммуникации, а выстраивать работающую систему, некую диалогию, придумывать, находить идею простую, ясную, понятную для самого руководства, для сотрудников и для клиентов, которые потом могли бы эту идею воплощать в жизнь. Потому что мы можем придумать все, что угодно, но потом получается, что нужно с этим что-то делать, как-то жить дальше. К сожалению, опыт очень большой у нас, и были в практике такие случаи, когда брендинговый проект, вот наш, со всеми визуализациями, гайдлайнами, он просто лежит в столе у директора, потому что он не знает, что с этим делать. У него просто нет ресурсов, нет человека, который бы мог взять этот гайдлайн и руководство к действию, и начинать это использовать и внедрять жизнь. Поэтому вот мы сейчас сфокусировались именно на повышении собственной квалификации, на специализации на брендинге, на бренд-менеджменте. То есть вот такие вопросы, которые, казалось бы, совсем далеки от дизайнерских вопросов, но они непосредственно влияют на то, что компания говорит себе, как она коммуницирует с потребителями. Наталья, вы уже упомянули, что бывают такие эпизоды, когда проект настолько, возможно, яркий, большой, грандиозный, и не знают, что с ним делать. А вот в этой ситуации вообще дизайнер, руководитель проекта должен ли вмешиваться в организационную структуру компании, как-то помогать, направлять? Конечно, должен. И это, если он этого не делает, да, получается, что где-то может возникать вопрос качества работы. Потому что дизайн ради красоты, ради творчества в бизнесе он не работает. Вообще дизайн, что это такое? Проектная деятельность, направленная на достижение определенных конкретных результатов. В бизнесе это увеличение может быть потока клиентов, заявок, пролива, чего угодно. Ну и главная цель – прибыль. Капитализация, прибыль, да. Но здесь очень сложная достаточно цепочка, и нет прямой корреляции. Ошибочно думаешь, что есть прямое отношение от картинки к повышению продаж. И здесь ожидать напрямую, ну, наверное, было бы неверно и неправильно говорить. Дизайн может каким образом повлиять? Он может задать характер, тон коммуникации. Вот приведу пример. Например, у нас юридическое агентство, например, да. Например, адвокатское бюро, которое специализируется на возрасте дебюторской задолженности. Если мы сравниваем этот бизнес, мы говорим, что вы разящий меч, который достигает должника и грубой силой возвращает причитающийся. Это один характер коммуникации, да. Если мы говорим, что вы как щит, агентство как щит, соответственно, другое, это уже защита более спокойная, что-то уверенная, нет такой динамики, агрессии, какого-то подачи. И, соответственно, и восприятие другое изменится, да. То есть совсем другое позиционирование на рынке. Естественно. А если мы, например, начинаем скрещивать и щит, и меч, то есть когда мы защищаем, но отстаиваем должное, да, то есть это уже совсем другое. И все это очень индивидуально разбирается с учетом вообще личности самого владельца бизнеса и с учетом его ресурсов, его компаний, тех задач бизнеса, которые он решает. Поэтому, конечно, если в итоге всей работы может получиться так, что меняется организационная структура, меняется бизнес-модель, меняются вообще услуги, само наименование, ценовая политика, то есть это нормально. Другое дело, что не всегда бизнес готов, не все, то есть нас иногда воспринимают, как дизайнеров, да, не готовы, скажем так, допускать к себе вот и… Не готовы перестраиваться, да? Ну не то, что перестраиваться, здесь опять же вопрос… Воспринимать это все, да? Воспринимать и вопрос дефицита доверия, опять же, к нам, как специалистам. Поэтому вот мы к вам и идем, и рассказываем, чтобы люди немножко понимали, что такое брендинг, в чем специфика работы. То есть перед собой мы сейчас ставим очень большую образовательную задачу. Мы понимаем, что мы должны своего клиента обучать, направлять, давать ему инструментарий, делиться с ним, быть открытыми, готовыми к разным вопросам и прояснять разную ситуацию. А вот в этом же контексте хотелось узнать, с точки зрения брендингового агентства, дизайнера, сколько вообще нужно вариантов, ну, например, того же логотипа, предложить вашему клиенту, или вот стоит настаивать на каком-то одном и эту идею продвигать? Ну, это такой ключевой вопрос, самый больной, да, когда обращаются, когда узнают стоимость, скажем, этих работ, всегда такой запрос, а сколько вы вариантов за эти деньги нам сделаете? Все на самом деле зависит от бизнес-процессов творческой студии. То есть, либо мы готовы предложить несколько вариантов. Мы работали в разных, значит, скажем так, форматах, но мы поняли, что больше трех непродуктивно. И то три мы можем концепции, это даже три концепции дизайна, когда мы предлагаем клиенту некие пути развития, некие вариативность. Но сейчас вот мы понимаем, что клиент иногда даже сам не может выбрать. У него нет горизонта развития, видения, целополагания его не простирается. Дальше вот какого-то горизонта операционных задач. И мы выйдем здесь нашу тоже компетенцию, что мы можем, наоборот, консолидировать команду самого предпринимателя, бизнесмена на то, чтобы определиться с одним-единственным позиционированием и уже на основании этого сгенерить название, идею, дизайн и так далее. Естественно, в этом случае будет только один логотип, потому что невозможно все их зарегистрировать. Он нужен один, четкий, понятный, поддающийся юридической защите. Да, вот мы уже упомянули о том, что зачастую доверие очень страдает между дизайнерским агентством и бизнесом. А какие еще есть сложности в отношениях с вашими клиентами? Основная сложность в коммуникации. Здесь немножко обоюдная, наверное, ситуация. Но мы как профессионалы, которые отвечаем за весь процесс, соберем на себя ответственность за его организацию, видим эту ситуацию как 50 на 50. Мы готовы объяснять, но ждем от того, что клиент должен быть готов нас понять и понять наши аргументы, принять их. То есть не всегда, скажем так, то, что я знаю или то, чего я не знаю, является таковым на самом деле. То есть это такое известное допущение. То, чего я не знаю, то, чего я не видел, этого не существует. Это вот логическая такая, присущая всем, наверное, людям болячка. Но вот в бизнесе она особенно болезненная, потому что мы понимаем, что мы всегда действуем, особенно сейчас, в условиях ограниченных ресурсов. И в бизнесе от этого можно потерять. Естественно. Но можно тогда думать, в каком плане. Сколько вы потеряете, если вы этого не сделаете, и сколько вы готовы, в общем-то, инвестировать, получается, в собственное развитие, в продолжение, в продвижение. И, опять же, ожидаете, сколько получить возвратно с этого. И здесь, получается, что вот вопрос с доверием возникает. Со своей стороны мы стараемся максимально полно, подробно, конкретно прописать процесс, показать заказчику, как будет строиться работа, какой будет результат на каждом этапе. То есть мы стараемся помочь клиенту представить все это в своей голове и обосновать каждый результат, для чего мы это делаем, для того, чтобы получить такой результат. Я здесь немножко, наверное, запуталась, немножко потеряла ход. Но это понятно, ведь, получается, все равно все сводится к главной коммуникации. Если найти общий язык, если попытаться объяснить, договориться, то, в общем-то, все должно и получиться. Ну вот смотрите, вообще мы исходим из того, что бренд – это эмоции. У нас разным, одинаково мы можем одинаково готовить солянку, но то, как мы будем подавать, с какой радушием, с приветливостью и так далее, как мы будем сервировать, как все это будет обставлено у нас, от этого будет зависеть, в общем-то, и восприятие нас, нашего бренда, нашего продукта потребителям. И наша задача в том, чтобы найти вот ту самую правильную, какую-то уникальную, особенную эмоцию и помочь ее донести до клиентов. Мы начали разговор еще с того, что у нас на рынке сейчас достаточно много различных дизайнеров, маркетологов, и вы наверняка в своей работе используете их как партнеров, как подрядчиков. Вот с ними какие-то проблемы возникают, уже недопонимания? Ну вот смотрите, у нас сейчас получается такая ситуация, диджитализация. У нас разнонаправленная коммуникация бренда одновременно. Вот вы сейчас транслируете онлайн в социальные сети, потом это пойдет на сайт и так далее, и так далее. И весь этот, то есть мы единственный вот сейчас импульс информационный посылаем в разные каналы. И нам нужно, по идее, управлять всеми этими каналами. В условиях малого бизнеса, современных реалий очень сложно за всем этим уследить одному человеку. То есть здесь в передний план выходит узкая специализация. То есть когда мы на один проект привлекаем разных подрядчиков, которые специализируются на конкретных задачах. И здесь уже стоит вот как раз вопрос, как организовать этих подрядчиков, бренд-менеджмент, чтобы все каналы транслировали единые, понятные, позиционированные. Потому что вам приходится действовать по нескольким фронтам. И договориться с бизнесменом, и договориться с теми партнерами, которые у вас будут. Да, и у них у всех в голове должен быть четкий образ, который они должны без помех передать в голову потребителя. Вот, соответственно, отсюда все сложности. Не все готовы на одной волне коммуницировать, скажем так. Не все готовы включаться в процессы в общие. Вот мы сторонники проектной деятельности, когда на решение конкретных задач мы на базе различных инструментальных, скажем так, платформ, можем объединять разных людей, из разных команд, из разных организаций для решения одной конкретной задачи. Ну, вот, например, ближайший проект у заказчика на доске Трелла работают 16 человек из разных команд, из разных уголков России над решением конкретных задач. И наша задача была, вот как бренд-менеджер, выставить эту работу, чтобы человек из Томска получал нормальную задачу от человека, сотрудника компании в Челябинске, мог ее адекватно выполнить вовремя, вот, чтобы он понимал, за что он отвечает, и понимал сроки, понимал, кто его контролирует, кому передать результат, а контролирующий понимал, что он спрашивает, что он получает в итоге. Представляете, да? Да. Ну, у нас остается уже совсем немного времени, вот, тем предпринимателям, тем компаниям, агентствам, которые нас сейчас видят, слушать будут. Хочется узнать, когда вот наступает, на ваш взгляд, тот период, когда нужно задуматься о ребрендинге, когда нужно изменить какие-то маркетинговые ходы, чтобы, ну, преуспеть? Вот как не упустить этот момент, главное? Здесь главное не то, чтобы упустить, а я рекомендую слушать потребителя. Иди от потребителя. Общаться, проводить опросы, лично самому заниматься продажами руководителю, спрашивайте своего клиента, что бы вам хотелось, порекомендовали бы нас, если да, почему, если нет, почему. И вот уже на стыке вот этих вот моментов свои коммуникации выстраивать на запрос потребителя. Ведь искусственно создать ничего нельзя. И вот практика показывает, что у малого бизнеса нет просто ресурсов на это. Но не нужно тогда себе ставить какие-то амбициозные глобальные цели, а нужно действовать поступательно, теми минимальными какими-то шагами, приближаться к своему клиенту, стать более понятным, доступным. Потому что у нас часто реклама превращается просто в ребус, который нужно сначала расшифровать, прежде чем купить. То есть, ну, вот так вот. Спасибо большое. У нас сегодня в студии была совладелица, управляющая партнер брейдинговой компании «Конодизайн» Наталья Мухина. Всем спасибо большое. Спасибо.